Долгое время здание детского сада на улице 9 мая арендовал институт труда и права. Но в связи с нехваткой мест до школьного учреждения, власти решили здание вернуть. На реконструкцию из бюджета края направили почти 12 миллионов рублей. Кстати, как только здание начали ремонтировать, родители тут же выстроились в очередь. Мы одни из первых стоим в этот детский сад, но так как нам всего год, мы еще по возрасту не подходим для детского сада, потому что с полутора лет дают путевки. Но мы думаем, что в следующий год мы, конечно же, попадем, потому что мы одни из первых. Пол с подогревом в ясельной группе, новая мебель, игровая зона, спортивная площадка и качественная система безопасности. За полгода детский сад полностью преобразился. Уже через месяц сюда придут 96 малышей, 40 из которых дети от полутора до трех лет. Работы должны были закончиться в ноябре месяце, но при согласии с подрядчиком работа у нас закончена уже в конце июля. Благоустройство территории, но еще оно не закончено, еще будет завезен грунт, посадка газона, чтобы для детей все это было безопасно. Как пояснили городские власти, все дети в Барнауле от трех лет обеспечены местами в детсады. А вот ясельных групп остро не хватает. По словам властей, в ближайшее время проблема должна решиться. Строится 5 новых детских садов, что позволит еще полторы тысячи мест везти. В следующем году запланировано еще 17 отдельных групп в существующих садах. И тем самым за три года мы выходим на показатель где-то 3700 дополнительных мест, что позволит нам в полном объеме решить проблему до трех лет. А что касается состояния дошкольных учреждений, то оно должно соответствовать нормам СанПИН. Рабочая система пожарной безопасности, закрытые розетки с заземлением, окна со специальным замком, спрятанные провода. С виду теремок соответствует всем нормам. Как будет на деле, покажет время. 1 сентября садик примет малышей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.